Субтитры сделал DimaTorzok В общем Может и нравится Но просто всем она надоела Наверное Короче говорят что у нас идет дальше Миссии Zero пока мы выполнить не можем Нам надо 30 тысяч набрать Так что идем сюда Школу я проходить не буду Во первых миссия очень бесячая И бесполезная Короче Идем сюда Жизнь Психоз какой-то Что мы конкретно ищем О ты пленку проявил О привет Вузи Здорово Карл Я объяснял твоему Шуину что мы друзья Да Слушай Вузи Надо тебя кое-что сказать Что вы хотите знать Что это за Люди такие Эти парни Это локо синдикаты Серьезные ребята Не стоит с ними иметь дел Опасные игры И вот этим заправляет этот парень Как его зовут не знаю Это Тибон Мендес Он главный среди боевиков А это кто Это Джизи Би Самый крутой сутенер В этом городе Он помогает заключать сделки Типа консиер Я не знаю Но тогда будет моим пропуском Как к нему подобраться Джизи Джизи держит клубку Пола наслаждений Старой крепости под мостом Ладно Я к нему загляну пожалуй Без проблем Мы ж не чужие Отправляетесь в клуб Джизи Би Да Да Ладно Ехать туда Ну довольно далековато Не то чтобы сильно далеко Но Приличненько Надеюсь Нам не понадобится Сильно много времени Чтобы доехать до туда Я помню дорогу Как ехать Мне на карту смотреть не нужно Короче говоря Локо синдикат Это организация Предоставляющие наркотики Биг Смолку Райдеру Балласам И Багосам Довольно серьезные ребята Надо бы Надо бы разобраться с ними Но лучше Давайте заглянем к Джизи Би Попробуем Прикинемся Что мы будем на них работать Попытаемся Так сказать Завоевать их доверие Попытаемся Завоевать их доверие Когда Всех у этих троих Поднимется доверие Мы их грохнем Всех В общем то говоря Среди фотографий Не было райдера Но райдера не было Наверное Потому что его и так все знают Пирс 69 Интересный пирс Даже закусочный есть Так мы почти доехали И че себе там корабль какой Да Купола наслаждений Сутенер значит Терпеть не могу Сутенеров И проституток тоже Терпеть не могу Неприлично все это ребята Вот он тот самый клуб Купола наслаждений Сейчас детей уберут Я думаю От экранов И мы Зайдем туда Посмотрим Че то как Роскошные простыни Покрывало Развески на окне Когда я спускаюсь по лестнице Я еду на шикарному ковру А это что за перец Мне не нужно больше друзей Все только и дело что пытаются У меня Не 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 Я не из-за этого Я кому с предложением Мне сказали что вы тут человек со связями Я хотел вас видеть Я предлагаю свои услуги Что что Видите сэр Я в городе Я работаю недавно И готов на любую работу пойти Да такого парня Как GZB Я хотел бы работать на такого Ну раз уж мы об этом заговорили У меня есть одна небольшая проблема Кое с кем тут Твои горы мышц вроде меня Я интеллектуал Как ты видишь Ой шлюхи мои Вы отправляйтесь кае отсюда И выпивку сюда блин тащи я Видишь ли у меня тут два глаза На улицах нужно иметь их гораздо больше Приходится быть как муха на дерьме Сотня глаз повсюду Какой то псих привязался к моим девчонкам Этот козел на прошлой неделе двои замочил Я хочу чтобы ты пошел и все выяснил Без проблем Теперь я в партнерах в жизни Надеюсь ты хорошенько будешь платить за это Да Мне вот это не Катсцены Подожди-ка мистер СиДжей Видал шикарную кружку моей тачки Высади ее в гостинице в деловом районе Позвонение по телефону когда закончишь Поосторожней с тачкой И обращайся с ней Как с папой римским Да вообще мне эта катсцена не понравилась Потому что блин Вы сами короче все поняли Да машина сутенерская конечно Кошмар просто Не хочет попробовать меня со всех сторон Да-да продолжай Я умею делать такие вещи которые твои девчонка Да-да-да слушаю-слушаю Мне хочется разумеяться Да-да очень интересно Ну как хочешь Да Я надеюсь Вот Как вот один Чувак говорил Какой-то там Его даже с работы уволили Вот он Написал в блоге в своем Что вот если была бы бомба Которая Смогла бы уничтожить бы всех геев Если бы их Если бы они бы все исчезли Земля бы стала бы намного чище Его за это С работы уволили Давай Вылази отсюда уже быстрее Джизи Это Карл Я отвез твою Некрасивую девчонку У меня есть одно поручение Прежде чем ты разберешься с проблемой Которой я тебе рассказал Какой-то зеленый козел Думает что он в игре А гоняет всех Мишнюх Хэшбери Одна из них Только что засекла И того рода Я хочу чтобы ты тащил Свою задницу И завалил ее У нас всего две минуты Да И вот Короче вот он говорил Про то что была бы бомба Которая бы очень ужила бы геев Вот я бы Этих пораституток И сутенеров бы То же самое сказал Может если они исчезнут Земля станет намного чище Не знаю Может быть я это зря сказал Может меня тоже Уволят сейчас с работы Хотя с какой работой Я не работаю нигде пока что Вот ты мой парень У меня сейчас Неприятность будет А надо это Нажать на кнопку Привет Это Сида Джей Просто чтоб ты знал Больше не нужно О нем беспокоиться Беспокоиться А я что Я говорил что я беспокоюсь Да нет Теперь к настоящему делу Некоторых из моих девчонок На доле Фостер Оказывай давление Я хочу чтоб ты тащил Зву задницу туда И разнюхал Что к чему Окей Да Да господи По какой дороге Лучше поехать Так а это где А это недалеко Доедем сейчас Блин Это спуск А вон туда надо ехать Вот спуск здесь Блин Господи А тут другого спуска то нет В общем не важно Ой Мы Вот Вот здесь где-то Что это они тут делают А Ой Они уже стреляют По мне сразу Автомат быстрее Доставай Чего ты стоишь Отлично Все Мистер Джизи Это Си Джей Ты приносишь Несчастье Цыпленок Да девчонка Которую ты высадил В первом районе Хочет уйти из дела Старикашка Спонсор Хочется она Перестала работать Никто не смеет Их уводить от меня Тащи свою задницу В гостиницу И покажи пример Всем остальным Происек гостиницы В новом районе Да Вот наверное Я лучше не поеду По мосту Потому что там Я вряд ли попаду В эту гостиницу А ладно Здесь свернем Да ладно Я думал Это близко Может быть и близко Блин Дерево шибать можно Я не знал Я думал Дерево не ломаются Блин Еще этого нам не хватало Дети нафиг Мне вообще сейчас Не до разборок скобами Господь послал меня Спасить Твою грешную душу Залезай в машину И снимай Свои нечистые одежды Да бы я мог Лучше разглядеть Твое возвращение Водитель Вывози нас отсюда Пока правая рука Деяла Не воспрепятила Спасению Ты девушки Ааа Конечно Священник Священник На такую пошлость Способен Это я Вообще поражаюсь Просто Ничего себе Какая классная Тачка у охранников Мне такая нравится На рейнджеровер Очень похоже Блин Священник Так говорит Прикольно Ну блин Он такие развратные вещи Он способен Господи Это жесть какая-то Полнейшая Блин Блин Вот жалко Нельзя стрелять Вперед Только на мотоцикле Можно Да е-мое Ну Другие машины Еще мне мешать Будут Да Так 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 О Ну Машина охранников Сейчас Бомбанет Теперь надо Лимузин этот Зарвать Ну в принципе Если Когда мы будем ехать Вот так вот За ним Он там врежется Еще Перед машиной Там перевернется У него Но быстрее Будет его Взорвать Быстрее А проститутка Погибла Да Все сделано Мистер Джизи Но Сиджи Это просто Правая рука Везунчика Да Кстати Эту тачку Только что Пришла ориентировка Не делай с ней Что хочешь Или оставь себе Просто держи ее Подальше от меня И от моего клуба Но конечно Все будет в лучшем виде Ну Щедро платит Он Он Так Это выход Да Проститутка погибла Ну и вообще Пофиг Вы знаете ли мне Так Едем опять В эти купола Наслаждений Будем сегодня Работать на них Ой-ой-ой Ну блин Копы 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 Ненавижу Копов Ой Еще и перевернуться Вот Самое время Перевернуться Ну Ладно Мы Выжили Значит Все в порядке Знаете я Это самое Сохранить хочу Во всяком случае Я не хочу Ночью Выполнять Задание Ло Карл Это Узи Если найдешь Свободную минутку Заходи Я хочу Провернуть Пару Да Конечно Дед У меня маленькая Букмирская Контора Чейна Таун Просто Подойди И представься Мои люди Будут ждать Гостей Ну Хорошо Подскочу Ну Вузи Задание Вузи Мы будем Вполнять Попозже А Сейчас Мы Продолжим А Сегодня Мы Будем Работать На Локо Синдикат Теперь Выслушай Меня Ок Очень Важно Чтобы Ты Меня Выслушал Я Не Дурачок Амиго Что Ты Думаешь Что Вы С Майком Думаете Это Все Наши Проблемы О Вот Он Тот Безмозг Качок Которым Я Говорил Карл Это Тибон Мендес И Аналогично Как Дела Роли С Брат Не Обращай На него Внимание Мы Давно С Нем Знаком Эй Слушай Не Придуривайся Да Насчет Чего Настроя Я Получаю 20% Странная Арифметика Какая-то Дурацкая Просто Ты Майк Вам Просто Душу Сую Продал И Что Это Получается Кто Закопал Майк Ровный 13% Ты Узнал Условия Сделки И Ты Согласился Кто И Того Мы Должны Условиться На 5% Ты Че Язык Что Ли Проглотил Разговариваешься Так Плохо И Разбираешься Математики Тоже Хочешь Привести Ту Ерунду Мо Личную Плоскость Алло Да Что Такое Да Да О Проклятие Слушай Мне надо бежать Ты Не Можешь Это Ведь Я Придумал Схему Пошли Карл Надо Раздолбать Кой Пару Тыкв В каком Смысли Поставки Попали В засаду Мы Не Можем Просто Так Взяти Наведос Попавшись Засаду Фургон Блин А Я Лучше Возьму Мотоцикл Лучше На Мотоцикле Это Делать И Выполнить Это Задание Опять Я На Копа На Ехал Ну Что Такое Слава Богу В этой Катсцене Не Было Проституток Ничего себе прыжочек мы сделали я помню это задание там надо груз отнимать у мотоциклистов сейчас 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 доедем до туда так здесь приехали на они выкрыли весь груз от можно в принципе в них стрелять на самом деле лучше я думаю стрелять в них потому что можно просто отнять у них груз левый control чтобы вырвать груза а два из них поехали в ту сторону я лучше пока поеду туда блин они разделились планы придется по отдельности за ними гоняться блин он едет он может стрелять только в одну сторону уехал заразы еще и копы меня преследовать преследуют до сих пор просто лучше по ним стрелять потому что если они сдохнут нам они мешать не будут дальнейшем в дальнейшем они нас могут заметить и стрелять так один из них помер но левый control я нажал я нашел левый control алё может правый control нажать я не знаю а правый работает сваливаем отсюда быстро блин мне на левом контроле у меня стоит это самое приседание еще блин в управлении копайся это же вообще у неудобно но все же стрелять постоянно нам не надо поэконом не надо относиться да левом control мы не отберем груз потому что у нас там приседания настроены попробуем правым control он тогда вроде бы правым control а можно ну я ж нажал нажал я а есть левым control надо видимо только на мотоцикле можно левым control пользоваться так один из них едет в ту сторону сейчас мы его перехватим так и последний остался надо найти его так так в ту сторону в ту сторону давай навстречу прямому да полицейские всячески мне будут мешать это сделать надо оторваться от них и отвести все это в купола наслаждений да и кошмар какой-то нафиг так приехали почти уже ну все это задание мы выполнили так давайте-ка еще раз сохранимся и туда нажал ну и снова идем сюда мальту рейн да ти боун давай нажми на тормоза прими таблетку что или расслабусь сбросить себя напряжение эй кореш глаза раскроет что не понимаешь нас наглым образом смотри это карл теперь он заделся настоящим героем видишь у нас все в порядке ты что дурной со всеми кто нам ушку нас сделал нам нужно вернуться и заново все думать думаю им просто в этот раз повезло майк 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 я пытаюсь тут связаться с тобой ты где пары ванцик продолжай только говорить случай майк попал в виду надо действовать какой магазине они собрались в партию дури месяц автофургона вместе с майкл что вы делать а у него есть мобильник он будет говорить с нами до тех пор когда батарейка не сядет погнали надо торопиться у майка батарея слабая в телефоне он говорит что слышит крики майк слышит крики чаек и крики чаек ты любое место в городе он слышит тяжелую технику чайки тяжелая техника это что стройплощадка есть одна стройка в дуэрте давайте туда и направимся по этой дороге не надо опять на полицейского наехал звездочки через пять минут батарея сядет обалдеть жалко что светофоры не врезались а может это и хорошо может выбрать может быть мы перевернулись бы тогда рядом с нашим гаражом есть одна стройка он говорит что слышит как грузовик задний ход дает как шумно как на грузовом складе что забрать того груз в доках наверно доберись за доков какая банда тут и есть санфьера и рифа его мэндес руководит этой бандой мы будем там уже через минуту майк а полицейский сам прыгнул под машину и мне нарушение да нормально так вообще да мобильный ким майкл скоро батарея сядет он говорит что мы остановились он там средьбу слышит провались через ворота охрана в долгах все таки слабая в грузовом хранилище аэропорта аэропорт в аэропорт едем у нас три минуты есть и по моему помню где аэропорт находить майкс и что как летает и прилетает самолет ну значит точный аэропорт едем туда не волнуйся майк мы почти уже на месте аэропорт ну ой господи не тормозит заносит тачку нашу а вот и вот и аэропорт двери те нам закроются перед нами поэтому надо как-то придумать как пробраться господи ну тут надо круги делать чтобы куда-то проехать тоже за жизнь такая а что ничего вообще не круг никакой не поможет надо вниз спускаться блин главное не перевернуться иначе нас ждут правы опять на полицейских наехали что такое так вот метка ясно метка какая метка после той проблемой майкл спрятал передатчик мы собирались вывести на банду что такое теперь нам придется воспользоваться этой штукой как она работает очень просто чем мы ближе к передатчику тем сильнее сигнал становится вон вон они вон они где нет это не я думал то фургон желтого цвета ай минута осталось нам надо за минуту найти их кажется я вижу их вот они желтый фургон какой красивый фургон обожаю такой фургон офигенно офигенный фургон а еще и желтый цвет я просто обожаю желтый цвет флот за ф ф ф ф а нет но давайте поторопись О, почти вовремя Тибон. А эти ещё кто такой? Эй, расслабься, это один из ребят Джизи. Вы это слышали? Нам придётся сжечь автофургон вместе с этим кокаином. Не будем мы ничего сжечь. Неудача. Нам до 12 лет по жизни. Ладно, сделаем это и сваливаем их. Те, кто спрашивает, нечего тут распоряжаться? Да. Решение здесь принимаю только я. Нам пора уже. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А, всё. А я помню, кстати, как Куплинов проходил. Вот, тоже стрелял в пистолет. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А потом, когда надоело стрелять, достаёт ракеницу и говорит, блин, да надоело уже нафиг, долбанный, свет, блин. Сколько можно-то и стреляет. Жаль только что, но правда он с матами. Это сказал не так, как я это сказал. Едем из аэропорта быстрее. Блин, три звезды, три звезды, это вообще хреново. Не поедем ни в коем случае на мост. Вряд ли мы там до автомастерской доедем. Кстати, метка у меня стоит. Где? Не там, где надо. Где? 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 Отлично, отлично. Да, она... Да, она не поменяла цвет. Ладно, звездочки, это сбрасывай. Сколько ты уже на Джизе работаешь? Я тебя раньше не видел. Да я приехал в город на прошлой неделе, у меня какие дела были. Ты приехал в город, да? А до этого где был? Ну чё домотался ты? Слушай, просто отвечай на вопрос, блин. Расслабься, я был в Лос-Антосе со своей семьёй. Ну-ка, дай мне бумажный. Что? Отвали. Да, не возникает, следи за дорогой. Карл Джонсон, да? Ладно. Я предостаточно увидел. Нет, там бабки были. Заткни до свою пасть уже наконец. Да, на этом лимузине в купола наслаждений. Опять полицейский, ну ё-моё. Придется кататься туда-сюда, блин. Короче, всю серию натыкаюсь на полицейских, но это кошмар какой-то вообще. Ладно, Карл Джонсон, сегодня ты показал себя молодцом. Хватит гнать уже, нам проблемы надо обсудить. Неплохо мы-то с вами так подзаработали. Ладно, на этом мы закончим, пожалуй. Всем спасибо тем, кто смотрел это видео. С вас лайкос подписывайся с меня и пиши на видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу вконтакте. Всем пока.